Самое доброе утро! Самое позитивное в стране Европейского Союза. Латвия, привет! Просыпаемся. Сегодня Оренкевич, который слетал и подписал бумажку о помощи Украине. Мое мнение. Мое мнение, если кому-то лениво меня смотреть, оно очень короткое. Украине помогать, безусловно, нужно. Любому человеку, который оказался в тяжелой ситуации, в тяжелой беде, помогать надо. Он у нас в Латвии, у парня сгорел дом. Я вижу, как все с миру по нитке хотят ему помочь. Это в крови человека, если у соседа горит дом, помогать. В Украине сейчас горит дом. Надо помогать. Что меня бесит в этой ситуации? Меня в этой ситуации бесит следующее. Последнее время, вот я расскажу тебе свою ситуацию. Поехал на Рождество отдыхать, мне пришло какое-то письмо заказное. Но думаю, рождественские праздники, отдохну, почему бы нет. Отдохну, открываю письмо. Выясняется, что какой-то судебный пристав хочет за что-то с меня снять деньги. Я не понимаю, за что. Я звоню этому судебному приставу, и ответ его был примерно такой. А какой номер? Какое дело? А, да, все, не переживайте, у вас счеты уже давно списали деньги, все окей. Я такой, простите, а за что? За что с меня сняли деньги? Что это было? Они говорят, ну, а уже лениво поднимать эти документы, искать, короче, не парься, все в порядке. И вот меня в этой ситуации поразило, что согласно нашим законам, в мой счет может залезть кто-то и без моего разрешения снять любую сумму. Вот это вот бесит больше всего. И с Ринкевичем произошло ровно то же самое. Как мне кажется, у нас потерян диалог между правительством и обществом. Правительство живет в какой-то своей другой такой парадигме. Они все знают, они все умеют лучше всех. А общество, оно живет в своей. То есть правительство Латвии это отдельно, народ это отдельно. И когда какой-то Ринкевич, Каринш или еще кто-то что-то делают, вот было бы неплохо, если был бы какой-то телемост. Вот как, например, есть у сегодняшних политических партий. Грубо говоря, у того же там Росликова, Глории, кто там еще есть, Еремеев. Ну, условно говоря, он выходит в эфир и он общается. Вот если бы Ринкевич, условно говоря, вышел бы в какой-то правительственный тик-ток, в какую-то платформу, и сказал, ребята, я еду в Украину, и мы там будем подписывать соглашение. Народ, что вы думаете по этому поводу? Поддерживаете вы это или нет? Мне надо поставить подпись. И вот если народ бы сказал, да, конечно, поддерживаем, почему бы нет? Вопросов нет. Но если такого диалога не ведется, и любой правитель говорит, слушайте, вы за нас проголосовали, мы можем вообще делать, что хотим, как хотим. Хотим Стамбульскую конвенцию подпишем, хотим у вас счета деньги спишем, хотим еще что-то делаем, ты такой думаешь, блядь, подожди, а я что, за это голосовал? Я вам делегировал такие полномочия? И здесь вот та же самая ситуация, знаешь, есть этнические эгоисты, которые говорят, блядь, меня бесит, что в Латвии говорят на русском языке. Окей, а есть социальные эгоисты, которые говорят, меня бесит, когда мои деньги тратят, а у меня не спрашивают даже об этом. Просто взяли, потратили, сказали, как вот мой судебный пристав, да, не парься, все в порядке, мы уже с тебя сняли денег. А объяснять особо нет времени теперь, понимаешь? Вот, теперь Украина, помощь и простые цифры. Каждый из вас, хочет он-то, или не хочет, каждый из вас уже заплатил 2000 евро помощи Украины. Если взять суммарную помощь Украины, которую Латвия оказала Украине, и поделить на количество жителей, вот у меня, например, членов семьи шесть, и мы это сейчас умножим на 2000. 12 тысяч евро моя семья заплатила помощь Украине. Можно, конечно, рассуждать, что мы с удовольствием бы взяли бы кредит и построили бы новый дом, либо поехали куда-то отдохнуть, либо еще что-то мы бы сделали. Все-таки 12 тысяч – это гигантские деньги. То есть я вот лодку себе не куплю на рыбалку, очень хочу, кемпер хочу купить. И вот для меня 12 тысяч – это очень много. Вот когда я об этом узнал, я так думаю, да. Вот, но есть опять же другая обратная связь. Представляешь, какой я классный чувак? Вот моя семья соседу пожертвовала 12 тысяч. Стал я от этого беднее или богаче? Ровно. Вот как жил, так и живу. А в душе что-то тепленькое такое. Я помог соседу. Глядишь потом, когда ему поможет мне. Тоже позитивненько, согласись? Поэтому я еще раз говорю. Самое страшное – это отрыв. Отрыв нашего правительства от народа. Вот если вот эту штуку убрать, если правительство входило в еженедельные дискуссии по всем вопросам, и общество могло бы контролировать расходы, решения правительства. Потому что у нас сейчас что-то не в порядке с системой. Что-то не то происходит. Мы как будто бы их выбрали, а потом мы их ненавидим. Понимаешь? По сути дела, Карриш премьер-министром стал почему? Потому что мы его выбрали. А потом мы узнаем, что это последняя сволочь просто. Понимаешь? Подожди, так мы его выбирали или мы его не выбирали? Потому что у всех, кого я не спрошу, все говорят, что я его не выбирал. Я за этих придурков не голосовал. Блядь, а ну и они-то сидят у власти. Значит, надо разобраться, может быть, с механизмом, как они там оказались. И, разумеется, это делать придется тебе и мне. Никакой КНАП этим заниматься не будет и никакие другие структуры. Потому что это огромная система, огромная машина. Но, опять же, ты готов ее сломать? Потому что Латвия, это все равно оазис. Как бы там ни было, у нас, да, трудно. Мы нищая страна. Все хорошо. Но, когда ты по миру поездишь, ты даже хотя бы в телевизор посмотришь, не так уж у нас и все плохо. На мировой карте. Вопрос о том, что у нас могло бы быть гораздо лучше, это уже другой вопрос. Гораздо лучше у нас должно и может быть. Но не так все плохо. В любом случае, Латвия самая позитивная страна Европейского Союза. Если ты не из Латвии, чувак, тебе не повезло. А нам в Латвии здесь классно, на самом деле. Просыпаемся и всем добра и позитива. Продолжение следует...